Николай Васильевич Гогань Ночь перед Рождеством Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело каледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра. Но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Тут через трубу одной хаты повалил дым и пошел тучою по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал Сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, то он бы верно приметил ее, потому что от Сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но Сорочинский заседатель не проезжал. Да и какое ему делу до чужих? У него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другою пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близа руки хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Впрочем, немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли. Хоть бы он француз, хоть цесарец, или швед, все немец. Узенькое, беспрестанно вертевшееся и нюхавшее все, что не попадалось мордочка, оканчивалось, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел ересковская голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не биле и трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Между тем черт крался потихоньку к межицу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе и уверял с башбою в том все село, но миряне качали головами и даже подымали его насмех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая! Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртюке, бравший самого низкого баса, казак Свербегус и еще кое-кто, где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противней проповедей отца Кондрата. В досужие отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Самщ тогда здравствовавший сотня Клевко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в одной церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над эту картину и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему, толкал невидимо под руку, подымал из горнина в кузницу залу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была кончена. Доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете, но и в эту ночь он выискал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленив и нелегок на подъем, где як уже от избы не так близко. Дорога шла поза селом мимо мельниц, мимо кладбища огибала враг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякобы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. У-у-у! Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывает всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах. А все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкамори отсмолили себе новые шубы из решетиловских смушек с уконной покрышкой. Канцелярист и волостной писать третьего года взяли синие китайки по шести гривен аршин. Панамарь сделал себе нанковые налет шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем. Между тем, как фигур, ну, взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью. Однако и он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними. Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? Говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому высокому в коротком тулупе мужику, собросший бородою, показывавший, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенные мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. Там теперь будет добрая попойка, как бы только нам не опоздать. Причем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут. Страх и грозу докучливых собак. Но, взглянув вверх, остановился. Что за дьявол? Смотри, смотри, по нас. Что? Как что? Месяца нет? Что за пропси? В самом деле нет месяца. Тот, что нет. Тебе, небось, и нужды нет. А что мне делать? Ай-яй-яй-яй. Надо было какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, умешаться. Право, как будто на смех. Нарочно сидел, что в хате глядел в окно. Ночь, чудо, светло, снег блещет при месяце, все было видно, как днем, не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выкли. Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка. Уже видел чуб мысленно стоявшую на столе воренуху. Все это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темной ночью, да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Ай, так нет, кум, месяца. Нет. Чудно право. дай понюхать табаку. У тебя кум славный табак. Где ты берешь его? Никакой черт славный. Старая курица не чихнет. Я помню мне покойный шинкарь Зазуля раз привез табаку из Нежина. Ох, табак был. Добрый табак был. Так, слушай, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе. Так, пожалуй, останемся дома. Кум хватился за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решил остаться. Но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. Нет, кум. Нет. Пойдем. Нельзя. Нужно идти. Пойдем. Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь, но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно сидеть ли дом или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи и два кума отправились в дорогу. Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки, только речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Парубки гонялись за ней толпами, но, потерявши терпение, оставляли мал по малу и обращались к другим не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша? Лгут люди. Я совсем не хороша. Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой прожигавшей душу вдруг доказало противное. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом сдернутом кверху носе? И в щеках и в губах будто хороши мои черные косы. Мух! Их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет. Хороша я. Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женой, как будет любоваться мною мой муж. Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть. Ой, чудная девка! И хвастовства у нее мало. Сейчас стоит, глядя зеркало и не наглядится, еще хвалит себя вслух. Да, порубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня, как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове. Вам век не увидать богаче галуна. Все это накупил мне мой отец для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете. И усмехнувшись, поворотила она в другую сторону и увидела кузнеца. Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. Ой, я знаю вас. Что, сундук мой готов? А, будет готов, моя сэрдонька. После праздника будет готов. Если б ты знала, сколько возился около него. Две ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан, хоть весь околодок выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ой, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове своей косой. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилась в очах. Позволь и мне сесть возле тебя. Садись. Ой, чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя. Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. А поди прочь, у тебя руки жестче железа, да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обмарал, сажаю. Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. Не любит она меня. Ей все игрушки, а я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей. Ой, чудная девка, чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня бедного, а я за грустью не вижу света. А я ее так люблю, так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. Правда ли, что твоя мать ведьма? И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувшихся жилах, и совсем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. Что мне до матери, ты у меня мать и отец и все, что не есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал, кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе, прикажу тебе сделать золотую кузницу и станешь штыковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану. Видишь, какой ты. только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери. Однако ж, девчата не приходят. Что бы это значило, давно уж пора коледовать. Мне становится скучно. Да бог с ними, моя красавица. Как бы не так. С ними верно придут парубки, тут пойдут балы, воображая каких наговорят смешных историй. Так тебе весело с ними? Да уж веселее, чем с тобою. Кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками. Чего мне больше ждать? Она ж издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Ну, если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я отучу. постой, я сам отворю. Кузнец вышел в сене в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку. Мороз увеличился и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено однавшись мерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимой, и где, надевший колбак и ставший перед дочегом, будто в самом деле кухмистр поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно бабы жарят на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно. Несмотря на то, что была тепло одета и потому поднявши руки кверху, отставила ногу и, перевечив себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за ней. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть не назвал ли сын ее в акула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца в акулы имела отроду не больше сорока лет. Она была не хороша, не дурна собою, однако она так умела причаровать себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифович, конечно, если дичейки не было дома, и казак Корнечуб, и казак Касьян Свербегус, и к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходилось, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют свои казаки, воскресенье в церковь, или, если дурная погода, в шинок, ну, как не зайти к Солохе, не поесть жирных сметану и вареников, и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин наростно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это заходить по дороге. Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному, но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов, восемь скирт хлеба всегда стояли перед его хатой. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупаров и старинных кунтушей с золотыми голунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находило не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой она примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда манаверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек, ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма, что парубок Кизяка-Лупенко видел у нее сзади хвост, величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сарачинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи «Брэшуть, сучи бабы!» бывал обыкновенный ответ их. Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула. Это вакула принес, позже сам и вынесет. Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел чуба обраку с кубом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон куча замерзшего снега. Поднялась метель, в воздухе забелела, снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочивает его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и молевать обидные карикатуры. В самом деле едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как чуб уже изъявил раскаяние и нахлобучивая глубже на голову капелюки угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели, да дьяка еще оставалась в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно. Стой, кум! Мы, кажется, не туда идем. Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Смороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги. А я тем временем поищу здесь. А дергет же нечистые силы потаскаться по такой вьюхе. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана. Дороги однако же не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад-вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все, и, стряхнувшись с себя снег, вошел в сене, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Отвори! Че тебе тут нужно? Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на, не распознал это хромов Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата, похоже на мою. Да, это мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако Жлевченко сидит теперь у дьяка. Это я знаю. Зачем же кузнец? Эй, он ходит к его молодой жене. Вот так. Хорошо. А теперь я все понял. Кто ты такой? И зачем таскаешься под дверями? Я нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит, проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами. Да убирайся к черту своими колядками. Что ты стоишь? Слышишь, убирайся сейчас вон. Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. Что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядовать, да и полно... Да ты от слов не уймешься. Вслед за сими сломами Чуб почувствовал прибыльной удар в плечо. Да вот ты это ты как я вижу начинаешь уже драться. Пошел! Пошел! Что ж ты вижу не в шутку дерешься и еще больно дерешься. Пошел! Пошел! Смотри как расхрабрился. Попробуй подойти. Знаешь какой? Вот большая царца. Ты думаешь я на тебя сюда не найду? Нет голубчик я пойду и пойду прямо в комиссару. Ты у меня будешь знать. Я не посмотрю что ты кузнец и маляр. Однако посмотреть на спину и плечи я думаю синие пятна есть. должно быть больно поколотил вражий сын. Жаль что холодно и не хочется скидать кожуха. Бостой ты бесовский кузнец чтоб черт поколотил и тебя и твою кузницу ты у меня напляшешь. однако ведь теперь его нет дома. Солоха думаю сидит одна. Оно ведь недалеко отсюда пойти ибо время теперь такое что нас никто не застанет может и того будет можно как больно поколотил проклятый кузнец. Тут Чуб почесав свою спину отправился в другую сторону. Приятность ожидавшего его впереди при свидании с Солохою умаливала немного боли и делала нечувствительным и самый мороз который трещал по всем улицам незаглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его показывалась полусладкая обида. Но если бы однако снег не крестил зад и вперед всего перед глазами то долго еще можно было бы видеть как Чуб останавливался почесывал спину больно поколотил проклятый кузнец и снова отправлялся в путь. В то время когда проворный франц хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу висевшего у него на перевязи при боку ладунка в которой он спрятал украденный месяц как-то нечаянно зацепившись в печке растворилось и месяц пользуясь этим случаем вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось метели как не бывало снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами мороз как бы потеплел толпы парубков и девушек показались смешками песни зазвенели и под редкою хатою не толпились каледующие чудно блещет месяц трудно рассказать как хорошо подтолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками готовыми на все шутки и выдумки какие может только внушить весело смеющиеся ночь кучи девушек с мешками вломились в хату чуба окружили Оксану крик хохот рассказы оглушили кузнеца все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое выгружали мешки и хвастались поленицами колбасами варениками которых успели уже набрать довольно за свои калядки Оксана казалось было в совершенном удовольствии и радости болтала то с той то с другой и хохотала безумолку с какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал калядки хотя сам бывал от них без ума хи-хи-хи-хи вот мое только на всем на всем свете одна Оксана слава богу девчат много хороших и без нее на селе да что Оксана с нее никогда не будет доброй хозяйки она только мастерица рядится нет полно пора перестать дурачиться но в самое то время когда кузнец готовился быть решительным какой-то злой дух проносил перед ним смеющийся образ Оксаны достань кузнец царицы на черевике выйду за тебя замуж все в нем волновалось и он думал только об одной Оксане толпы калядующих парубки особо девушки особо спешили из одной улицы в другую но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях которые когда-то любил более всех черт между тем не на шутку разнежился у Солохи целовал ей рук с такими ужимками как заседателю по полной брался за сердце охал и сказал напрямик что если она не согласится удовлетворить его страсти и как водится наградить то он готов на все кинется в воду а душу отправит прямо в пекло Солоха была не так жестока при том же черт как известно действовал с нею заодно она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании этот вечер однако ж думала провести одна потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку но все пошло иначе черт только что представил свое требование как вдруг салоха отвори послышался голос дюжего головы салоха побежала отворить дверь а примерно черт влез в лежавший мешок я не пошел к дьяку потому что поднялась метель а увидевший свет в твоей хате завернул к тебе не успел головаяц сказать как в дверь послышался стук и голос дьяка дожайшая салоха спрячь меня куда-нибудь мне не хочется теперь встретиться с дьяком салоха думала долго куда спрятать такого плотного гостя наконец выбрала самый большой мешок с углем уголь высыпала в катку а дюжей голова в лес с усами с головою и с капелюхами в мешок ко мне никто не пришел и я сердечно рад этому случаю что могу погулять немного у вас никакая метель не могла меня остановить тут он подошел к ней ближе кашлянул усмехнулся дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес таким видом в котором выказывалось и лукавство и самодовольствие что это у вас великолепная солоха и сказавший это отскочил он несколько назад как что рука Осип Никифорович ру рука а это что у вас дрожайшая слуха приступил он к ней с таким же видом снова схватив ее слегка рукой за шею и таким же порядком отскочив назад будто не видите Осип Никифорович шея она шеи маниста на шее маниста хе-хе-хе а это что у вас несравненная слуха а неизвестно к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами как вдруг послышался в дверь стук и голос казака чуба но опасения дьяка были другого рода он боялся более того чтобы не узнала его половина которая без того страшную рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую ради бога добродетельная салоха ваша доброта как говорит писание луки глава трена стучаться ей богу стучаться спрячьте спрячьте меня куда-нибудь салоха высыпала уголь в катху из другого мешка и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно так что сверх его можно было насыпать еще с пол мешка угля здравствуй салоха ты может быть не ожидала меня правда не ожидала может быть я помешал чуб показал на лице своем веселую и значительную мину которая заранее давала знать что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку может быть вы тут забавлялись с кем-нибудь может быть ты кого-нибудь спрятала уже а и восхищенный таким своим замечанием чуб засмеялся внутренне торжествуя что он один только пользуется благосплодностью салохи ну ну салоха дай теперь выпить водки ой я думаю у меня горло замерзло от проклятого мороза ой послал же бог послал же бог такую ночь перед рождеством как схватилась слышь салоха как схватилась эй как истенели руки не расстегну кожуха как схватилась вьюга отвори стучит кто-то отвори это кузнец слышь салоха куда хочешь девай меня я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому чтобы ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю копну величиною салоха испугавшись сама металась как угорелая и позабывшись дала знак чугу лезть в тот самый мешок в котором сидел уже дьяк бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков кузнец вошел не говоря ни слова не снимая шапки и почти повалился на лавку заметно что он был весьма не в духе в то самое время когда салоха затворила за ним дверь кто-то постучался снова это был казак сверб и гус этого уже нельзя было спрятать в мешок потому что и мешка такого нельзя было найти он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом чубова кума и потому салоха вывела его в огород чтобы выслушать от него все что он хотел ей объявить кузнец рассеянно оглядывал углы свои хаты вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коледующих наконец остановил глаза на мешках зачем тут лежат эти мешки их давно пора убрать отсюда через эту глупую любовь я дурел совсем завтра праздник а в хате до сих пор лежит всякая дрянь отнесли их в кузницу тут кузнец присел к огромным мешкам перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи но заметно было что его мысли гуляли бог знает где иначе он бы услышал как зашипел чуб когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка и дюжей голова начал было икать довольно явственно неужели неужели не выбиться из ума моего это негодная Оксана не хочу думать о ней а все думается и как нарочно о ней одной только отчего это так что дума против воли в голову лезет о черт мешки стали как будто тяжелее прежнего тут верно положено еще что нибудь кроме угля дуренья и позабыл что теперь мне все кажется тяжелее прежде бывало я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову а теперь мешков с углем не по дому скоро буду от ветра валиться что я за баба не дам никому смеяться над собою хоть десять таких мешков все по дому и бодро взвалил себе на плечи мешки которых не понесли бы два дюжих человека взять и этот он поднял маленький на дне которого лежал свернувшись черт тут кажется я положил струмент свой сказав это он вышел вон из хаты насвистывая песню шумнее и шумнее раздавались по улицам песни крики толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень пару пти шалили и бесились в волю часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня который тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков то вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло хохот награждал затейника маленькие окна подымались и сухощавая рука старухи которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах высовывалась из окошка с колбасой в руках или куском пирога парубки девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу кузнец остановился со своими мешками ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех отцаны все жилки в нем сдрогнули бросившие на землю мешки так что находившийся на дне дьяк заохло тушило и голова икнул во все горло побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков шедших следом за девичьей толпою между которой ему послышался голос Оксаны так это она стоит как царица и блестит черными очами и рассказывает что-то видный парубок верно забавный потому что она смеется но она всегда смеется как будто невольно сам не понимая как протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее а бакула ты тут ну здравствуй много наколедовал эээ какой маленький мешок а черевики которые носят царица достал достань черевики выйду замуж как вкопанный стоял кузнец на одном месте нет не могу нет сил больше ну боже ты мой отчего она так чертовски хороша ее взгляд и речь и все ну вот так и жжет так и жжет нет не в мочь уж пересилить себя пора положить конец всему ай пропадай душа пойду утоплюсь в пролуби и поминай как звали тут решительным шагом пошел он вперед догнал толпу поравнялся с Оксаной прощай Оксана ищи себе какого хочешь жениха дурач кого хочешь а меня не увидишь уже больше на этом свете красавица казалась удивленную хотел что-то сказать но кузнец махнул рукою и убежал куда вакула прощайте братцы даст бог увидимся на том свете а на этом уж не гулять нам вместе прощайте не поминайте лихом скажите отцу Кондрату чтоб сотворил панихиду по моей грешной душе свечей к иконам чудотворца и божьей матери грешен не обмалевал за мирскими делами все добро какое найдется в моей скрыне на церковь прощайте проговоривший это кузнец принялся снова бежать с мешком на спине он повредился грех то какой пропадшая душа пойти рассказать как кузнец повесился при этом черт который долго лежал без всякого движения запрыгал в мешке от радости но кузнец подумал что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение ударил по мешку дюжим кулаком и встряхнув его на плечах отправился к пузатому пацюку этот пузатый пацюк был точно когда-то запорожцем но выгнали его или он сам убежал из Запорожья этого никто не знал давно уже лет 10 а может и 15 как он жил в диканьке сначала он жил как настоящий запорожец ничего не работал спал три четверти дня ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру впрочем было где и поместиться потому что пацюк несмотря на небольшой рост в ширину был довольно увесист при том шаровары которые носил он были так широки что какой бы большой ни сделал он шаг ног было совершенно незаметно и казалось винокуренная Кать двигалась по улице может быть это самое подало повод прозвать его пузатым не прошло нескольких дней после прибытия его в село как все уже узнали что он знахарь бывало ли кто болен чем тотчас призывал пацюка а пацюку стоило только пошептать несколько слов и недуг как будто рукой снимался случалось ли что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину что кость отправлялась куда ей следует не причинив никакого вреда дворянскому горлу в последнее время его редко видали где-нибудь причина этого была может быть лень а может и то что пролезть в двери делалось для него с каждым годом труднее тогда миряне должны были отправляться к нему сами если имели в нем нужду кузнец не без робостей отворил дверь и увидел пацюка сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою на которой стояла миска с галушками эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом не подвинувшись ни одним пальцем он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу схватывая по временам зубами галушки нет этот еще ленивее чуба тот по крайней мере ест ложкою а этот и руки не хочет поднять пацюк верно крепко занят был галушками потому что казалось совсем не заметил прихода кузнеца который едва ступивши на порог отвесил ему принейской поклон я к твоей милости пришел пацюк толстый пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки ты говорят не во гнев будь сказано я веду об этом речь не для того чтоб тебе нанес какую обиду приходишься немного сродни черту проговоря эти слова вакула испугался подумав что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова и ожидая что пацюк схвативший кадушку вместе с мискою пошлет ему прямо в голову отстранился немного и закрылся рукавом чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица но пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки к тебе пришел пацюк дай боже тебе всего добра всякого вдовольствия хлеба в пропорции кузнец иногда умел вернуть модное слово в том он понотарел в бытность еще в полтаве когда размалевывал сотнику дощатый забор пропадать приходится мне грешному ничто не помогает на свете что будет то будет приходится просить помощи у самого ух черта что же пацюк как мне быть когда нужно черта то и ступай к черту для того то я и пришел к тебе кроме тебя думаю никто на свете не знает к нему дороги пацюк ни слова и доедал остальные галушки сделай милость человек добрый не откажи свинина или колбас муки грешневой ну полотна пшена или иного прочего в случае потребности как обыкновенно между добрыми людьми водится не поскупимся расскажи хоть как примерно сказать попасть к нему на дорогу тому не нужно далеко ходить у кого черт за плечами Вакула уставил на него глаза как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов что он говорит тут заметил Вакулы что ни галушек ни кадушки перед ним не было но вместо того на полу стояли две деревянные миски одна была наполнена варениками другая сметаной мысли его и глаза невольно устремились на эти кушения посмотрим посмотрим как будет есть патюк вареники наклоняться он верно не захочет чтоб хлебать как галушки да и нельзя нужно вареник сперва обмакнуть сметану только что он успел это подумать патюк разинул рот поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот в это время вареник выплеснул из миски и шлепнул в сметану перевернулся на другую сторону подскочил вверх и как раз попал ему в рот патюк съел и снова разинул рот и вареник таким же порядком отправился снова на себя только принимал он труд жевать и проглатывать вишь какое диво кузнец разинул от удивлений рот и тотчас же заметил что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаной оттолкнувши вареник и вытерши губы кузнец начал размышлять о том какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила заметя при том что один только патюк может помочь ему поклонюсь ему еще пусть растолкует хорошенько однако что за черт ведь сегодня голодная кутья а вон есть вареники вареники скоромные что я в самом деле за дурак стою тут и греха набираюсь назад и набожный кузнец опрометью выбежал из хаты однако ж черт сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся не мог вытерпеть чтобы ушла из рук его такая славная добыча как только кузнец опустил мешок он выскочил из него и сел грехом ему на шею мороз подрал по коже кузнеца испугавшись и побледнев не знал он что делать уже хотел перекреститься но черт наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо сказал пусть это я твой друг все сделаю для товарища и друг денег дам сколько хочешь Оксана будет сегодня же наша кузнец стоял размышляя изволь за такую цену готов быть твоим ха-ха-ха уху-ху теперь-то попался кузнец ох теперь я вымещу на тебе голубчик все твои малевания и небылицы возводимые на чертей что теперь скажут мои товарищи когда узнают что самый набожнейший из всего села человек в моих в моих руках тут черт засмеялся от радости вспомнивший как будет дразнить в Аде все хвостатое племя как будет беситься хромой черт считавшийся между ними первым на выдумке ну вакула пропищал черт все так же не слезая с шеи как бы опасаясь чтобы он не убежал ты же знаешь что без контракта ничего не делают я готов у вас я слышал расписываются кровью да ну постой же я достану в кармане гвоздь тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост ну ну видишь какой шурник ну полно ну вакула ну ну довольно уж ну довольно шалить постой постой голубчик а вот это тебе как покажется при всем слове он сотворил крест и черт сделался так тих как ягненок постой жа кузнец стащил его за хвост на землю будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан тут кузнец не выпуская хвоста вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения ну помилуй вакула все все что тебе нужно все сделаю отпусти только душу на покаяние не клади страшного креста а вот каким голосом запела немец проклятый ну теперь я знаю что делать вези меня сеть же час на себе слышишь неси как птица куда в Петербург прямо к царице и кузнец обомлел от страха чувствуя себя подымающимся на воздух долго стояла Оксана раздумывая о странных речах кузнеца уже внутри ее что-то говорило что она слишком жестоко поступила с ним что если он в самом деле решится на что-нибудь страшное чего доброго может быть он с горя вздумает влюбиться в другую из досады станет называть ее первую красавицу на селе но нет он меня любит я так хороша он меня ни за что не применяет он шалит прикидывается не пройдет минут 10 как он верно придет поглядеть на меня я в самом деле сурова нужно ему дать как будто нехотя поцеловать себя то-то он обрадуется и ветреная красавица уже шутила со своими подругами ой постойте постойте кузнец позабыл свои мешки смотрите какие страшные мешки он не по-нашему накаледовал я думаю сюда по целой четверти баранок кидали а колбасовым хлебам верный счет у них роскошь целые праздники можно объедаться это кузнецовые мешки утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько что он сюда наклал все со смехом одобрили такое предложение но мы не поднимем постойте побежим скорее за санками и отвезем на санках и толпа побежала за санками пленникам сильно прискучилось сидеть в мешках несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру если бы еще не было народу то может быть он нашел бы средство вылезть но вылезть из мешка при всех показать себя насмех это удерживало его и он решился ждать слегка только похряхтывая под невежливыми сапогами чуба чуб сам не менее желал свободы чувствуя что под ним лежит что-то такое на котором сидеть страх было неловко но как скоро услышал решение своей дочери то успокоился и не хотел уже вылезть рассуждая что хате своей нужно пройти по крайней мере шагов сотню а может быть и другую вылезши же нужно оправиться засигнуть кожух подвязать пояс сколько работы да и капелюхи остались у салохи пусть же лучше девчата довезут на санках но случилось совсем не так как ожидал чуб в то время когда девчата побежали за санками худощавый кум выходил из шинка расстроены и не в духе шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг он хотел было дожидаться а вот если бы придет какой-нибудь набожный дворянин и попочит его но как нарочно все дворяне оставались дома и как честные христиане ели кутью посреди своих домашних размышляя о развращении мравов и о деревянном сердце жидовки продающий вино кум набрел на мешки и остановился в изумлении ха и вишь какие мешки кто-то бросил на дороге должно быть тут и свиньи наесть повезло же кому-то счастьен накалитовать столько всякой всячины ого какие страшные мешки положим что они набиты гречаниками да коржами и то доброе хотя бы были тут одни поленицы и то в шмак жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки ой утащить скорее чтобы кто не увидел тут взвалил он себе на плечи мешок с шубом и тяком но почувствовал что он слишком тяжел нет одному будет тяжело несть а вот как нарочно идет ткач шапу валенка здравствуй здравствуй остав здравствуй куда идешь а так иду куда ноги идут помоги человек человек добрый мешки снест кто-то каледовал да и кинул посереди дороги а добром разделимся пополам мешки а чем мешки с кнышами или поленицами да думаю всего есть куда мы понесем его в шинок оно бы и я так думал чтобы в шинок но ведь проклятая жидовка не поверит подумает еще что где-нибудь украли к тому же я только что из шинка мы отнесем его в мою хату нам никто не помешает жинки нет дома да точно ли нет дома да слава богу мы не совсем еще без ума черт ли бы принес меня туда где она она думаю протаскается с бабами до света ну бери тут выдернули они наскры из плетня палки положили на них мешок и понесли на плечах ну кто-то кум остолбенел вот тебе на у ткача опустились руки кумова дни остатки потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак в надежде что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня печь не топилась дня по три все что не напрашивала нежная супруга у добрых людей прятала как можно подали от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу если он не успевал ее пропить в шинке кум несмотря на всегдашнее хладнокровие не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами а дорогая половина охая плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях теперь можно себе представить как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением опустивши мешок они заступили его собою и закрыли полами но уже было поздно кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами однако ж мешок заметила о вот это хорошо сказала она с таким видом в котором заметно была радость ястреба хорошо хорошо что на каледовальп столько ух ты вот так всегда делают добрые люди а только нет я думаю где-нибудь подцепили а ну-ка покажите мне сейчас слышите покажите сейчас мешок ваш лысый черт тебе покажет а не мы тебе какое дело мы накаледовали а не ты нет нет ты мне покажешь негодный пьян жена ударила высокого кума кулаком в подбородок и продралась к мешку но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад не успели они оправиться как супруга выбежала в сене уже с кочергой в руках поворно хватила кочергой мужа по рукам ткача по спине и уже стояла возле мешка что мы допустили ее а что мы допустили а отчего ты допустил у вас кочерга видно железная моя жимка купила прошлый год на ярмарке кочергу дала пивку пыль да ничего не больно между тем торжествующая супруга развязала мешок и заглянула в него но верно старые глаза ее которые так хорошо увидели мешок на этот раз обманулись да тут лежит целый кабан кабан ну слышишь целый кабан а все ты виноват ну что же делать как что чего мы стоим отнимем мешок ну приступай пошла прочь пошла это это нож кабан ступай ступай чертова баба это не твое добро это нож кабан чертова баба супруга супруга приняла снова за кочергу но чуб в это время вылез из мешка и стал посереди сеней потягиваясь как человек только что пробудившийся от долгого сна кумова жена вскрикнула ударивши об полы руками и все невольно разинули рты ой 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 что же она дура говорит кабан это не кабан видишь какого человека кинула в мешок человек хоть что хочешь говори хоть тресни а не обошлось без нечистой силы ведь он не пролезет в окошко ой 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 это кум а ты думал кто ага а что славную я выкинул над вами штуку ага а а вы небось хотели меня съесть ага вместо свинины ага постойте же я вас порадую в мешке лежит еще что-то ну а если не кабан то наверное поросенок или иная живность подо мною беспрестанно что-то шевелилось ткач и кум кинулись к мешку хозяйка дома цепилась с противной стороны и драка возобновилась бы снова если бы дьяк увидевший теперь что его некуда скрыться не выкарабкался из мешка кумова жена астолбенев выпустила из рук ногу за которой начала было тянуть дьяка из мешка вот и другой еще черт знает как стало на свете голова идет кругом не колбас не полениц а людей кидают в мешки это дьяк вот тебе на ай да слух посадите в мешок тут я лежу у нее полная хата мешков теперь я все знаю у нее в каждом мешке сидело по два человека а я думал что она только мне одному вот тебе и слуха девушки немного удивились не найдя одного мешка делать нечего будет с нас и этого все принялись за мешок и взвалили его на санке голова решил смолчать рассуждая если он закричит чтобы его выпустили и развязали мешок глупые девчата разбегутся подумают что в мешке сидит дьявол и он останется на улице может быть до завтра девушки между тем дружно взявши за руки полетели как вихрь с санками по скрипучему снегу множество шаля садились на санки другие взбирались на самого голову голова решился сносить все посмотрим что-то лежит тут икота которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке так усилилась что он начал икать и кашлять во все горло тут сидит кто-то что за черт куда вы мечетесь как угорелые ах батьку в мешке сидит кто-то в мешке где вы взяли этот мешок кузнец бросил его посереть дороги ну так не говорил ли я че ж вы испугались посмотрим ах 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 что не называем по имени отчту вылезай из мешка ах голова вылез и голова влез туда же видишь как более он ничего не мог сказать голова сам был не меньше смущен и не знал что начать должно быть на дворе холодно а мрозец есть а позволь спросить тебя чем ты смазываешь свои сапоги смальцем или дегтем он хотел не то сказать он хотел спросить как ты голова залез в этот мешок но но сам не понимал как выговорил совершенно другое дегтем лучше ну прощай чуб прощай прощай для чего спросил я сдуру чем он мажет сапоги ай да сулоха эдакого человека засадите в мешок иж чертова баба а я дурак да где же тот проклятый мешок я кинула его в угол там больше ничего нет знаю я эти штуки ничего нет подайте его сюда там еще один сидит встряхните его хорошенько что нет кожи проклятый бабу а поглядеть на нее как святая как будто из коронного никогда не брала в рот Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду И возвратимся к кузнецу Потому что уже на дворе, верно, есть час девятый Сначала страшно показалось Вакуле Когда поднялся он от земли на такую высоту Что ничего уже не мог видеть внизу И пролетел, как муха, под самым месяцем Так что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкой Однако ж мало спустя он ободрился И уже стал подшучивать над чертом Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял Когда он снимал с шеи кипаристный крестик и подносил к нему Нарочно поднимал он руку, почесать голову А черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее И вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне Тогда была по какому-то случаю иллюминация Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня И кузнец увидел себя на лихом бегуне В середи улицы Боже мой! Стук, гром, блеск По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены Снег свистел под тысячей летящих со всех сторон саней С изумлением оглядывался кузнец на все стороны Ему казалось, что все домы устремили на него Свои бесчисленные огненные очи и глядели Господ в крытых сукном шубах он увидел так много Что не знал, кому шапку снимать Ой, боже ты мой, сколько тут панства Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе То и заседатель, то и заседатель А те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами Те, когда не городничьи Ой, то верно, комиссары А может еще и побольше А может еще больше Эй, прямо ли ехать к царице? Нет, страшно Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы Которые проезжали осенью через Диканьку А, они ехали из сечи с бумагами к царице Все бы таки посоветоваться с ними Эй, сатана Ну-ка, полезай ко мне в карман Да и веди к запорожцам Черт в одну минуту похудел И сделался таким маленьким Что без труда влез к нему в карман А Вакула не успела оглянуться Как очутился перед большим домом Вошел, сам не зная как, на лестницу Отворил дверь И подался немного назад От блеска Увидевший убранную комнату Но немного ободрился Узнавший тех самых запорожцев Которые проезжали через Диканьку Сидевших на шелковых диванах Поджав под себя намазанные дегтем сапоги И куривших самый крепкий табак Называемый обыкновенно корешками Здравствуйте, Панове Помогай Бог вам Вот где увиделись Кузнец подошел близко И ответил поклон до земли Что это там за человек-то? А вы не познали? Это я, Вакула Кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку То прогостили, дай Боже вам, Всякого здоровья и долголетия Без малого два дни И новую шину тогда поставил На переднее колесо вашей кибитки А, это тот самый кузнец Который молюет ваш душ Здорово, земляк Зачем тебя Бог принес? Так, захотелось поглядеть Запорожец приосанился Желая показать, что он может говорить и по-русски Земляк что, большой город? Кузнец и себе не хотел осрамиться И показаться новичком При том же, как имели случай видеть выше всего Он знал и сам грамотный язык Губерния знатная Нечего сказать Многие домы исписаны буквами Из сусального золота До чрезвычайности Нечего сказать Чудная пропорция Да ладно, после потолкуем с тобой, земляк, побольше Теперь же мы едем к царице К царице? Ага Сейчас А будьте ласковы, панове Возьмите и меня с собою Чего? Тебя? Ага Что ж ты будешь делать там, а? Нет, не можно Мы, брат, будем с царицей толковать Про свое Про свое Ну возьмите Черт, проси Вакула ударил кулаком по карману Не успел он этого сказать Как другой запорожец проговорил Ну, возьмем его в самом деле, братцы, а? Да Да Ну Ну, пожалуй, возьмем Возьмем Ну ладно, надевай же платье Такое, как и мы Ага Надевай Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан Как вдруг дверь отворилась И вошедший с позубентами человек сказал Что пора ехать Чудно показалось кузнецу Когда он понесся в огромной карете Качаясь на рессорах Когда с обеих сторон мимо его Бежали назад четырехэтажные домы И мостовая гремя Казалось, сама катилась под ноги лошадям Боже ты мой, какой свет У нас днем не бывает так светло Кареты остановились перед дворцом Запорожцы вышли Вступили в великолепные сини И начали подыматься На блистательно освещенную лестницу Что за лестница? Жаль ногами топтать Эти украшения Уже забравшись на лестницу Запорожцы прошли первую залу Робко следовал за ними кузнец Опасаясь на каждом шагу Поскользнуться на паркете Прошли три залы Кузнец все еще не переставал удивляться В зале толпилось несколько генералов В шитых золотом мундирах Запорожцы поклонились на все стороны И стали в кучу Минуту спустя Вошел в сопровождение целой свиты Величественного роста Довольно плотный человек В гетманском мундире В желтых сапожках Все генералы Которые расхаживали довольно спесиво В золотых мундирах Засуетились И с низкими поклонами Казалось, ловили его каждое слово И даже малейшее движение Чтобы сейчас лететь Выполнять его Но гетман не обратил даже и внимания Едва кивнул головою И подошел к запорожцам Запорожцы отвесили все поклон в ноги Все ли вы здесь? Да все, батька Все Не забудете говорить так Как я вас учил Не забудем Это царь? Куда тебе царь? Это сам Потемкин? В другой комнате Послышались голоса И кузнец не знал Куда деть свои глаза От множества вошедших дам В атласных платьях С длинными хвостами И придворных Вшитых золотом кафтанах И с пучками назади Он только видел один блеск И больше ничего Запорожцы вдруг все пали на землю И закричали в один голос Помилуй, мама Помилуй, мама Встаньте Некоторые из придворных засуетились И толкали запорожцев Не встанем Не встанем, мама Не встанем Умрем, а не встанем Потемкин кусал себе губы Наконец подошел сам И повелительно шепнул Одному из запорожцев Запорожцы поднялись Тут осмелился И кузнец поднять голову И увидел Стоявшую перед собою Небольшого роста Женщину Несколько даже дородную Наподренную С голубыми глазами И вместе с тем Величественно Улыбающимся видом Который так умел Покорять себе все И мог только принадлежать Одной царствующей Женщине Светлейший Обещал меня познакомить Сегодня с моим народом Которого я до сих пор Еще не видала Дама с голубыми глазами Рассматривала С любопытством запорожцев Хорошо ли вас здесь содержат Да, да, спасибо, мама Провиан дают хороший Хотя бараны здешние Совсем не то, что у нас На Запорожье Почему ж не жить-то как-нибудь Помилуй, мама Зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы Руку поганого татарина? Разве соглашались С чем-либо с Турчином? Разве извинили тебе Делом или помышлением? А за что За что ж не милость? Прежде слыхали мы Что приказываешь везде Строить крепости от нас После слушали, что Хочешь поворотить в карабинеры Теперь слышим новые напасти Чем виновата Запорожское войско? Тем ли, что Перевело твою армию Через перекоп И помогло твоим генералам Порубать крымцев? Чего же Хотите вы? Ой, теперь пора Царица спрашивает Чего хотите? Ваше царское величество Не прикажите казнить Прикажите миловать Из чего Не во гнев Будь сказано Вашей царской милости Сделаны Черевички Что на ногах ваших? Я думаю Ни один швец Ни в одном государстве На свете Не сумеет так сделать Боже ты мой Что если бы Моя женка Надела такие черевики? Запорожцы Начали толкать Под руку Кузнеца Думая Не с ума ли он сошел Встань Встань Если тебе так хочется Иметь такие Пашмаки То это Нетрудно сделать Принесите Принесите ему И сей же час Пашмаки Самые дорогие Золото Мне очень нравится Это простодушие Однако ж я слышала Что на сечи У вас Никогда не женятся Як же мама Ведь человеку Сама знаешь Без женки Нельзя жить Мы не чернецы А люди грешные Падки Как и Все честное Христианство Да скромно Есть у нас Немало таких Которые имеют жен Только не живут С ними На сечи Есть такие Что имеют жен В Польше Есть такие Что имеют жен В Украине А есть и такие Что имеют жен И в Туречине В это время Кузнецу Принесли башмаки Боже ты мой Что за украшение Ой Ваше Царское Величество А что ж Когда башмаки Такие На ногах И в них Тщательно Ваше благородие Ходите И на лед Ковзаться Какие Ж должны быть Самые Ножки Думаю По малой мере Из чистого Сахара Государыня Которая Точно имела Самые стройные И прелестные Ножки Не могла Не улыбнуться Слыша Такой комплимент Из уст Простодушного Кузнеца Который В своем Запорожском Платье Мог почеститься Красавцем Несмотря на Смуглое лицо Обрадованный Таким Благосклонным Вниманием Кузнец Уже хотел было Расспросить Хорошенько Царицу О всем Правда ли Что цари едят Один только Мед да сало И тому подобное Но почувствовав Что запорожцы Толкают его Под бока Решился Замолчать И когда Государыня Обратившись К старикам Начала Расспрашивать Как у них Живут На сечи Какие Обычаи Водятся Он Отошедший Назад Нагнулся К карману Сказал Тихо Выноси Меня Отсюда Скорее И вдруг Очутился За шлагбаумом Утонул Ей-богу Утонул Да вот Чтоб я не сошла С этого места Если не утонул Лепетала Толстая Ткачиха Стоя В куче Диканских Баб Посреди улицы Оооо Да что ж Я разве Лгунья Какая Разве Я у кого-нибудь Корову Украла Разве Я сглазила Кого Что ко мне Не имеют Веры Кричала Баба В казацкой Свитке С фиолетовым Носом Размахывая Руками Вот чтобы Мне Воды Не захотелось Пить Если Старая Переперчиха Не видела Собственными Глазами Как повесился Кузнец Кузнец Повесился Вот тебе На Голова Выходившая От чуба Остановился И протиснился Ближе К разговаривавшим Да ты скажи Лучше Чтоб тебе Водки Не захотелось Пить Старая Пьяница Нужно Быть Такой Сумасшедшей Как ты Чтоб Повеситься Он Утонул Утонул В плоруби Это Я так Знаю Как то Что ты Сейчас В лаушен Карте Сравни Сравни Негодница Разве Я не знаю Что к тебе Дьяк Ходит Каждый Вечер Что Дьяк Кому Дьяк Да ты Что врешь Пропела Теснясь К спорившим Дьячиха В тулупе Заячьего Меха Крытом Синей Китайкой Я дам Знать Дьяка Кто Это Говорит Дьяк А вот К кому Ходит Дьяк Так это Ты Сука А Так это Ты Ведьма Напускаешь Ему Туманный Поешь Нечистым Зелем Чтоб Ходил К тебе Да Отвяжись От меня Сатана А Вишь Проклятая Ведьма Чтоб Ты Не дождала Детей Своих Видеть Негодная Тесиха Плюнула Прямо В глаза Ткачихи Ткачиха Хотела И себе Сделать Тоже Но Вместо Того Плюнула В небритую Бороду Голове Который Чтобы лучше Все Слышать Подобрался К самим Спорившим Ах Скверная Баба Голова Обтер Полою Лицо И поднял Кнут Это движение Заставило всех Разойтись С ругательствами В разные Стороны Экая Мерзость Так Кузнец Утонул Боже Ты мой Какой Какой Важный Живописец Был Какие Ножи Крепкие Серпы Плуги Умел Выковывать Что За Сила Была Да Таких Людей Мало У нас На селе То То Я Еще Сидя В проклятом Мешке Замечал Что Бедняжка Был Крепко Не В духе Вот тебе Кузнец Был А теперь И нет А я Собирался Было Подковать Свою Рябую Кобылу И будучи Полон Таких Христианских Мыслей Голова Тихо Побрел В свою Хату Оксана Смутилась Когда До нее Дошли Такие Вести Она Мало Верила Глазам Переперчихи И толком Баб Она Знала Что Кузнец Довольно Набожен Чтобы решиться Погубить Свою Душу Но Что Если Он В самом Деле Ушел С Намерением Никогда Не Возвращаться В село А вряд Ли И в другом Месте Где найдется Такой Молодец Как Кузнец Он же Так Любил Ее Он Долее всех Выносил Ее Капризы Красавица Всю ночь Под своим Одеялом Поворачивалась Справа Бока Налево Слево Направо И не могла Заснуть То Разметавшись В обворожительной Наготе Которую Ночной Мрак Скрывал Даже От нее Самой Она Почти Вслух Бронила Себя То Приутихнув Решалась Ни о чем Не думать И все Думала И вся Горела И к утру Влюбилась По уши В кузнеца Чуб Не изъявил Ни радости Ни печали Об участи Вакулы Его мысли Заняты Были одним Он Никак Не мог Позабыть Вероломство Солохи И сонные Не переставал Бронить Ее Настало Утро Вся церковь Еще до света Была полна Народа На всех Лицах Куда ни взглянь Виден Был праздник Голова Облизывался Воображая Как он Разговеется Колбасою Девчата Помышляли О том Как они Будут Ковзаться С хлопцами На льду Старухи Усерднее Нежели Когда-либо Шептали Молитвы По всей Церкви Слышно Было Как казак Свербый Гус Клал Поклоны Одна Только Оксана Стояла Как будто Не своя Молился Не молился На сердце У нее Столпилось Столько Разных Чувств Одно Другого Досаднее Одно Другого Печальнее Что Лицо Выражало Одно Только Сильное Смущение Слезы Дрожали На глазах Девчата Не могли Понять Этому Причины И не Подозревали Чтобы Виною Был Кузнец Однако Ни Одна Оксана И кузнец Утренней Убежавшему Бежать Черт Постой Приятел Еще Не Все Я Еще Не Поблагодарил Тебя Тут Схвативши Хворостину Отвесил Он Ему Три Удара И Бедный Черт Припустил Бежать Как Мужик Которого Только Выпарил Заседатель Итак Вместо Того Чтобы Провесть Соблазнить И Одурачить Других Враг Человеческого Рода Был Сам Одурачен После Сего Вакула Вошел В сене Зарылся В сено И Проспал До Обеда Проснувшись Он Испугался Когда Увидел Что Солнце Уже Высоко Тут Благочестивый Кузнец Погрузился В уныние Рассуждая Что это верно Бог Нарочно В наказание За грешное Его намерение Погубить Свою Душу Наслал Сон Который Не дал Даже ему Побывать В такой Торжественный Праздник В церкви Но Однако Успокою Себя Тем Что В следующей Неделе Исповедуется В этом попу И с сегодняшнего Ж дня Начнет Бить По пятидесяти Поклонов Через весь год Заглянул он В хату Но в ней Не было Никого Видно Солоха Еще не возвращалась Бережно 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 Тайного Удоволь Видел Как кузнец Который Никому В селе В ус Не дул Сгибал В руке Питаки И подковы Как гречневые Блины Тот Самый Кузнец Лежал У ног Его Чтобы Еще больше Не уронить Себя Чуб Взял На гайку И ударил Его Три раза По спине Ха-ха-ха Ну Будет С тебя Вставай Старых Людей Всегда Слушай Забудем Все Что Было Между нами Ну Теперь Говори Чего Тебе Хочется Отдай Батька За меня Оксану Чуб Немного Подумал Поглядел На шапку И пояс Шапка Была Чудная Пояс Также Не уступал Ей Вспомнил О вероломной Солохе И Сказал Решительно Добре Присылай Сватов Оксана Переступила Через порог И Увидев Кузнеца Вперела С изумлением Далее Лучше Лучше Проезжал Через диканьку Блаженной памяти Архиерей Хвалил Место На котором Стоит Село И Проезжая По улице Остановился Перед Новою Хатою А чья Это Такая Размалеванная Хата Спросил Преосвященный Устоявший Близь дверей Красивой Женщины С Детяти На руках Кузнеца Вакулы Сказала Ему Кланяясь Оксана Потому что Это именно Была Она Славно Славная Работа А окна Все были Обведены Кругом Красною Краскою На дверях Же везде Были Казаки На лошадях С трубками В зубах Но еще Больше Похвалил Преосвященный Вакулу Когда узнал Что он Выдержал Церковное Покаяние И Выкрасил Даром Весь Левый Крылос Зеленую Краскою С красными Цветами Это Однако Ж Не все На стене Сбоку Как войдешь В церковь Намалевал Вакула Черта В аду Такого Гадкого Что все Плевали Когда проходили Мимо А бабы Как только Расплакивалось У них на руках Дитя Подносили Его К картине И говорили Он Бать Я Ка 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 Намалевана И дитя Удерживая Слезенки Косилось На картину И жалось Груди Своей Матери Слезенки Сценарий Светланы Сидоровой И Дарьи Маргуновой Композитор Шандр Калыш Режиссер Виктор Трухан Действующие Лица И исполнители От автора Евгений Вестник Чуб Вячеслав Невинный Оксана Екатерина Стриженова Вакула Дмитрий Назаров Солоха Алина Покровская Чёрт Александр Леньков Пан Голова Рогволт Суховерка Панас Лев Дуров Ткач Юрий Шерстнёв Дьяк Авангард Леонтьев Жена Панаса Нина Гуляева Первый Запорожец Евгений Хорошевцев Второй Запорожец Всеволод Абдулов Царица Екатерина Ирина Муравьёва Потёмкин Алексей Кузнецов Ткачиха Елена Милюотти Старуха Клара Румянова Дьячиха Лариса Гребенщикова В эпизодах и массовых сценах Артисты московских театров Исполнение музыки Ансамбль солистов Времена года Звукорежиссёры Галина Засимова Алексей Ворошилов Дмитрий Трухан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин